Качественный ремонт в короткие сроки. Все больше жителей многоэтажек управляющей компанией ЖКХ выбирает новую форму организации капремонта в своих домах. Люди открывают спецсчета и вместе с коммунальщиками нанимают подрядчиков. О результатах такой работы в нашем следующем материале. Они работают на высоте и с высоким качеством. Просто неразумно. Говорят, ребята делать плохо свою работу, которая сопряжена с риском для жизни. Ежедневный у нас контроль со стороны инженерного состава, ИТР. Это только по нашей организации. Естественно, контроль идет с управляющих компаний, контроль жителей старших поддомных. То есть контроля здесь хватает. Вместе со специалистами управляющей компании ЖКХ жители нанимают подрядчиков и контролируют каждый этап выполнения работ. Результат налицо. Короткие сроки. Межпанальные шивы дома на Амур-Сево-73 утеплены. Ремонт близится к завершению. Мы сейчас контролируем не только саму технологию в обязательном порядке. Проводится специальная экспертиза. Мы опять же контролируем эти процессы. И подбираем подрядчиков по конкурсу, которые много лет уже с нами работают. И когда мы принимаем объекты в полном объеме, принимаем в рамках законодательных документов со всеми необходимыми заключениями экспертизы. Для производства контроля у управляющей организации есть соответствующие специалисты, есть соответствующее оборудование в зависимости от того, какого рода выполняются работы по капитальному ремонту. То есть это или кровля, или швы. Жильцы многих домов управляющей компанией ДЖКХ используют новые возможности для ремонта своих многоэтажек. Люди уже не ждут, когда фонд капитального ремонта выделит средства на нужды их дома. Берут инициативу в свои руки. Проводят собрания и открывают спецсчет. Деньги с такого счета можно потратить только по целевому назначению. Замену труб, тепло и водоснабжение, ремонт подъездов, подвалов, кровли и еще на целый ряд подобных нужд. И по кровле сделали капремонт. Мы поднимали сами лифти, видели в каком состоянии. Да, лифти отработали уже почти два нормативных сроки. Нам бы, конечно, было бы здорово, если бы компенсировало государство. А мы бы на эти деньги сделали бы фасады домов, сделали бы входы в дома и сделали бы полный инженер. Эта кровля сразу нескольких многоэтажек на Свердлово. Ремонт здесь ведется с использованием современных материалов. Так кровля выглядела до ремонта. Толстый слой гравия впитывал влагу и не давал лишней воде уходить в приемную воронку. Унифлекс качественно отличается от обычного рубероида. Там подрядчики отлично освоили работу с современным материалом. Все работы выполняются, выполняются с качеством, и мы знаем, что эта компания никуда не убежит. То есть, естественно, отвечает за свои графики пять лет и отвечает за свою работу. Они делают не только кровля, они делают еще крыльцы, делают козырьки, еще у нас козырьки делают. И все такие работы, где связаны как раз таки материалом. Так материал нагревают перед укладкой. С одной стороны он пропитан битумом, с другой – мелким гравием. После застывания унифлекс отлично держит форму. По гладкой поверхности лишняя вода за считанные секунды уходит в сливную воронку. И на крыше сухо. Вот так вода стекает отсюда, ваток сладка идет туда. Вот здесь дождь прошел, застойной зоны нет. После выполненных работ нет жалоб, нет затоплений, нет обращений с жителей. Мне перестали звонить, и мой телефон перестал раскаляться до красна, когда крыша перестала течь, потому что весь девятый этаж тек. К ремонту кровли управляющая компания ДЖКХ подходит комплексно. Приводится в порядок все. Ограждения, вентиляция, квартир и мусорокамер, лифтовые шахты устанавливаются противопожарные двери. После завершения работ на крыше – чистота и порядок. Юрий Скалов, Владимир Никитин, Новости Тольятти.